добрый день традиционное пятничное видео из очень нетрадиционного места мы находимся в каком-то таком условно индустриальном здании это сейчас склад поставщика фонда рината ахметова который закупил для фонда 92 аппарата искусственной вентиляции легких 22 уже доставлены и вот мы сейчас их принимали учили говорить на украинском и в общем много всего здесь происходит и очень хорошая новость потому что мы их не могли доставить в украину с апреля месяца к сожалению то есть почти два месяца с момента когда мы закупили до момента когда они оказались здесь уже на следующей неделе они уедут в регионы украины и будут готовы спасать жизни украинцев у которых осложнение от коронавируса к сожалению эпидемия пока с нами я надеюсь что он как можно быстрее закончится сегодня я хочу рассказать о теме которая занимает меня довольно давно и которой я глубоко занимаюсь в профессиональных целях последние две недели чем мышление профессионалов отличается от мышления новичков тут важно сказать что под профессионалами или на английском экспертами я имею ввиду людей которые глубоко погружены обладают большим объемом знаний и умением решать самые сложные задачи в конкретной сфере новичками я называю людей которые тоже могут быть экспертами в каких-то других сферах но в этой конкретной сфере у них поверхностное знание то есть они до конца не понимают как устроена эта тема этот проблемный вопрос проблемное поле то есть профессионалы и новички каждый из нас является где-то профессионалом где-то новичком то есть касается эта тема каждого и так первые попытки понять как думают профессионалы экстраклассы чем это отличается от мышления обычных людей новичком в этой теме были предприняты примерно 100 лет назад примерно 100 лет назад в по всем мире была проведена серия опытов они проводились в штатах проводились в москве проводились наверное где-то еще и к сожалению никаких очевидных результатов психологи добыть добыть не смогли и только спустя 50 лет то есть 50 лет назад психологи нащупали зоны в которых можно искать отличия на основании этих экспериментов за последние 50 лет довольно четко сформулировали три ключевых отличия прорывом в этом направлении были работы герберта саймона по сути это не столько литература сколько все-таки научная работа поэтому я не рекомендую как чтение но если очень коротко то саймон определил и последующие психологи которые занимаются этой темой изучением способа мышления профессионалов развивали три основных отличия пункт номер один это отличие в том как профессионалы репрезентируют то есть представляют поле проблем задачу как они ее описывают как они ее проговаривают второе это стратегии решения собственно как они решают и третье это то что саймон называет самоконтролем итак начнем с первого саймон попросил гроссмейстеров и новичков поучаствовать в небольшом эксперименте этот эксперимент потом повторялся множество раз суть эксперимента была такова на доску ставилась определенная комбинация ее показывали каждому участнику эксперимента 15 секунд убирали и просили восстановить и вопрос не в том что профессионалы восстанавливали точнее или быстрее вопрос в том как они восстанавливали как они восстанавливали эту комбинацию а восстанавливали профессионал ее такими блоками да то есть такими связками а новички в основном расставляли либо линейками ну то есть поле за полем либо по величине фигур то есть либо вот этими комбинациями только очень маленькие так вот оказалось что у профессионалов количество комбинаций это 300 400 да у новичков буквально считанные единицы то есть профессионалы даже репрезентируют проблему уже какими-то устоявшимися структурами связками в отличие от новичков у которых как правило описание проблемы это поток не структурирован позже в очень многих сферах ученые психологи восстанавливали этот эксперимент например был проведен еще один эксперимент уже с физиками я не помню кто его проводил суть эксперимента была такова профессионалам профессуре и новичкам студентам были выданы одинаковые задачки из учебника по физике которые ни те ни другие не видели и их попросили рассортировать эти задачи каким бы то ни было образом так вот профессионалы все как один сортировали задачи не по степени сложности а по предметным зонам ну то есть по сферам физики которым эти задачи относились не решая да тут очень важно что сортировать нужно было не решая так вот получается что они уже на этапе сортировки так сказать представления проблемы заходили в зону решения потому что когда у тебя допустим задача лежит где-то где-нибудь в термодинамике ты понимаешь какие инструменты ты используешь если она лежит в разделе астрофизика ты понимаешь если квантовая физика ты понимаешь и так далее новички в основном делили задачи по уровню сложности для них это во первых и во вторых они довольно часто ошибались ну то есть не было такой жесткой структуры в отличие от профессионалов которые на входе отсортировали это очень точно вторая зона отличие это стратегии решения так вот у профессионалов в отличие от новичков существуют стандартные решения для отдельных фрагментов такое своего рода стратегическое лего при этом они не используют единые цельные стратегии потому что хорошо понимают что в жизни все задачи они всегда отличаются от стандартных или описанных в учебниках потому что всегда есть какие-то нюансы которые оказывают существенное влияние на то какой именно подход ты используешь я могу привести пример у нас в начале апреля фонде рената Ахметова случилась ситуация в которой нам нужно было принимать решение как коммуницировать суть ситуации проста еще 6 апреля в украину должны были прибыть аппараты искусственной вентиляции легких вот которые стоят рядом со мной которые мы закупили законтрактовали и нам было обещано что 6 они уже будут здесь 3 числа нам стало известно что эти аппараты не спрашивайте как но попали к другим покупателям компания поставщик не отказывается поставки но переносит сроки теперь мы уже знаем что сроки были перенесены практически на два месяца тогда у нас не было понимания нам переносили на неделю еще на неделю еще на неделю то есть такой бесконечный процесс эти аппараты это была высокая фаза кризиса эпидемического эти аппараты очень ждали в регионах мы уже предупредили области что эти аппараты закуплены скоро будут у них и нам нужно было выработать коммуникационную стратегию так вот классический подход здесь к сожалению не работал то что было слишком много неизвестных потому что был очень высокая уровень ожидания и вообще страхов которые были в обществе высокой высокой степени готовности всех в общем здесь к сожалению классические истории из учебников не работали мы приняли решение выйти и рассказать историю о том что мы не можем у нас не получается что в принципе не характерно для больших и сильных организаций но в периоды кризисов периоды вот таких больших переломных моментов правда мы посчитали будет лучшим коммуникационным решением и так и оказалось мы вышли я вышла с колонкой в которой я описала ситуацию и в которой я сказала да мы сейчас не можем доставить да мы работаем над этим да нам помогает наше правительство и наше посольство да мы делаем все что можем да у нас пока не получается да мы все равно их доставим там и будем стремиться сделать это как можно быстрее и вот такая честная открытая позиция она дала какую-то определенность период дикой турбулентности ни в каких учебниках вы таких стратегий не прочтете но тем не менее поскольку у нас коммуникационщики высокого профессионального уровня это решение было найдено очень быстро в рамках одного дня у нас была проведена серия дискуссий и мы его нашли я точно знаю что для новичка первым стратегическим решением это просто проверено было бы подумать как максимально аккуратно отодвинуть сроки но не при этом не проговаривать вслух что мы не можем а в этой ситуации именно это и было необходимо итак второе ключевое отличие профессионалы решают стратегические задачи таким набором стратегических готовых решений и приемов с одной стороны с другой стороны одни достаточно свободно комбинируют элементы которые возможно раньше никогда не применяли вместе да то есть они свободно используют фрагменты из разных конструкций конструируя наиболее подходящее решение новички как правило либо принимают решение ну то есть нарабатывают стратегическое решение комплексно на ходу либо используют не всегда релевантные готовые решения из учебников и третье это то что называется самоконтроле профессионалы как оказалось инвестируют намного больше времени на уточнение обстоятельств задачи то есть на входе инвестируют намного больше времени в то чтобы разобраться что на самом деле произошло а в чем на самом деле проблема а как на самом деле будет выглядеть успех а какие у нас есть ограничения для разных инструментов и так далее новички как правило как только получают задачу рвутся в бой и берутся за решение и второе ключевое отличие с точки зрения самоконтроля профессионалы как правило на входе достаточно четко без большого дополнительного анализа определяют ключевые узкие места и проблемы то есть они как правило уже на входе знают где может не получиться это помогает им с одной стороны принимать стратегические решения с учетом этих узких мест и проблем с другой стороны не впадать в состояние фрустрации когда уже почти в финале решения задачи вдруг оказывается что не получается как это случается с новичками и еще раз напомню что экспертность это очень узкое профессиональное погружение в конкретное направление и не бывает людей которые являются экспертами во всем для того чтобы стать экспертом необходимо какое-то количество времени и опыта и практики для того чтобы это погружение состоялось и в начале пути в любом направлении эксперт в какой-то сфере заходя в другую сферу остается новичком для меня человек который пытается быть экспертом во всем похож на человека который пытается напиться воды из бронзбойта вроде бы весь мокр воды много напор огромный а за глотками не выходит в чем практическая ценность этого видео что исходя из этих критериев вы можете присмотреться к себе и к тем кто рядом с вами повнимательнее и попробовать определить где же на самом деле вы являетесь экспертами а где вы все еще новичок и есть куда углубляться удачи